Что нужно мне сейчас вам объяснить? Что если берешь, повторяю, любое не делящееся на П число, если П простое, и целое число А не делится на П, не делится на П, то существует такое целое число П, такое целое П, что А умножить на П дает остаток 1 при делении на П. Ребята, это используется в теории чисел, что на каждом шагу. Иногда говорят так, остатки при делении на П образуют поле. Это отличное самое. Доказать это, мне кажется, проще всего по тому самому принципу Диреклея. Проще всего при помощи принципа Диреклея. А именно, если мне дали число, которое не делится на П, то я могу сделать следующую простую штуку. выписать все числа от 1 до П минус 1 и каждое из них умножить на число А. После чего, разумеется, взять остатки отделения на П. Обратите внимание, в верхней строке все числа были разные по модулю П. Так? Так. В нижней строке, между прочим, они тоже будут все разные. Если у нас здесь какие-нибудь два числа, какое-нибудь там, я не знаю, там, Х умножить на А и У умножить на А, представьте себе, что они вдруг дадут один и тот же остаток при делении на П. Может такое быть? Да ни за что. Потому что, если они дали один и тот же остаток, то их разность должна делиться на П. ХА минус ИГРЕК А должно делиться на П. Но, извините, получается, что Х минус ИГРЕК умножить на А должно делиться на П. А у нас на П не делится. Значит, Х минус ИГРЕК должно делиться на П. А Х и ИГРЕК это были числа от одного до П минус один. Не может ли их разность... Разность здесь всегда маленькая. Она не может равняться П. Она не может делиться на П. Разность каких-то чисел, расположенных на отрезке от одного до П минус одного. Значит, эти числа все разные. Но они не нулевые, они на П не делятся. Если у нас выписано П минус одно число, и они все разные по модуле П, значит, на самом деле, здесь в каком-то другом порядке выписаны все вот эти числа. Между прочим, помните, мы там дискутировали, кто знает малую теорию Ферма, кто не знает. Было? Замечательно. Так вот, я с радостью объявляю вам, что теперь вы ее знаете все. Объясняю, почему. Потому что я только что рассказал вам, что вот эти числа, это какая-то перестановка вот этих. Согласны? Значит, если перемножить верхнюю строчку, то результат будет такой же, как если перемножить нижнюю. Поехали перемножать. Как? Почему? Если это перестановка? Если это перестановка. Значит, в верхней строке это П минус один факториал. Правильно? Ну, только одинаковые у меня все время имеется в виду по модуле П. Я же беру здесь все время остатки от деления, да? Если я перемножил их, в верхнюю строчку, я получил П минус один факториал. А если я перемножил нижнюю строчку, то я получил что? П минус один. Тот же самый факториал умножить на А в какой степени? П минус первой. П минус первой. Значит, пишем это. П минус один факториал дает такой же остаток, как П минус один факториал умножить на А в П минус первой степени. Ну, замечательно. Если я возьму разность, то получается, что П минус один факториал умножить на А в П минус первой минус единица, это я перенес сюда, получилось минус единица, делится на П, где П простое число. Здесь никаких П-шек нет, потому что здесь все числа от одного до П минус один, а П простое. Значит, это не делится на П. Ну, значит, это делится на П. То есть, заметьте, я еще и успел доказать стволы тироферма. Рассказал? Рассказал. Молодец.